ребят привет когда у нас выпуск вот с этой локации позади меня этажерка торговый порт значит новость будет так себе и сегодня новость про 1 августа 23 года потому что корректировка по утилизационному сбору кто не знает напоминаю что такое утилизационный сбор утилизационный сбор оплачивается на все транспортные средства которые заезжают на территорию российской федерации при растамаживании утилизационный сбор имеет базовую ставку 20000 рублей и на разные виды техники в зависимости там что это за тип техники какая максимально разрешенная масса объем мотора год и прочее 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 действуют разные коэффициенты и в этом видео я расскажу какие изменения коснуться нас обычных пользователей после 1 августа 23 года ввиду вот этих новых корректировок без воды сразу же по делу называют пять пунктов которые вам нужно знать досмотрите это видео до конца а лучше сразу поставьте лайк подпишитесь на канал и готовьтесь писать комментарии потому что тема жаркая пункт 1 все новые автомобили подорожают а за ними бушка чтобы вам не говорить каких коэффициенты там перемножать что-то коэффициенты повысить я вам сразу же говорю в живых деньгах насколько повысится новые автомобили допустим какие-нибудь черри амода и ксиды те самые китайцы которые любят сейчас в россии у которых там полторашечный мотор новый утилизационный сбор был 178 тысяч рублей а стал 300 тысяч рублей то есть но прям существенно если вы допустим хотите завести какой-либо а точнее не завести а купить именно у дилера про завести мы чуть-чуть попозже поговорим вы будете покупать новый автомобиль у автодилера и у него объем мотора будет от двух до трех литров на данный момент на июле вот сейчас действует утилитационный сбор 281 1600 тысяч рублей утилитационный сбор на каждый такой автомобиль а вот с 1 августа 23 года он уже будет 844 тысячи 800 рублей вы представляете нож коэффициент вырос 14,08 до 42 цех 24 сотых но это прям существенно подорожают все новые автомобили а за ними и потянется бушка так что ребят тачки опять растут цене пункт номер два он про нас с вами про обычных людей как у нас касается мы платим либо 5 200 если это автомобиль в рублях 5 200 если это автомобиль матч трех лет либо 3400 если автомобиль старше трех лет когда мы завозим на физическое лицо растамаживаем на себя какую-нибудь аку приус альфард без разницы и даже какой-нибудь 55 mercedes 63 с мы все равно платим 3 400 либо 5 200 то есть это прям вообще капелюшечка по сравнению с теми цифрами которые скал до этого окей что меняется для нас физиков если мы возим этот автомобиль и он от нуля кубиков до трех литров мы платим тот же самый утилитационный сбор либо 5 200 либо 3 400 если автомобиль свыше трех литров то мы уже платим аж миллион шестьсот рублей мы должны доплатить за ввоз такого большого мотора благо основной поток автомобили которые вот стоит позади меня вот я оглядываю сейчас это все в основном полторашки двушки 2 и 5 мотор в общем все до трех литров поэтому вроде бы пока все окей идем далее если вы привезли 2 и 5 альфарда хотите на нем кататься либо это будет aqua fit и вот вот эти вот все наши любимые машины и вы захотите продать этот автомобиль с момента ввоза в течение 12 месяцев допустим через шесть месяцев через три месяца через девять месяцев вы должны будете заплатить коммерческий утилитационный сбор сейчас вот так называют допустим полторашка это какая-нибудь будет aqua вы должны будете заплатить аж 528 тысяч рублей коммерческого утилизационного сбора абсолютно экономически не имеет смысла его продавать то есть нужно владеть автомобилем 12 месяцев и он должен завозиться в россию сразу же на того человека на котором он станет на учет вы слушаете дальше дальше еще интереснее дороже если вы прикупили себе автомобиль от двух до трех литров и вы решили его продать допустим это mazda cx 5 это 2 и 5 альфард это харьер какой-нибудь на 2 и 5 мотор либо lexus не важно от 2 до 3 литров при продаже данного автомобиля ранее чем вышло 12 месяцев с его постановки на учет ввоза в россию вы должны будете доплатить 1 миллион 279 тысяч рублей соответственно тоже любая перепродажа не имеет смысла потому что ваша цена она она будет неадекватно рынку и даже если вы прибавите ту цену за который вы привезли данный автомобиль плюс этот утилизационный сбор вы будете просто не в рынке вы не продадите его за такие деньги поэтому опять же не имеет смысла продавать но собственно гряната закон и придуман и вводится сейчас с 1 августа чтобы искоренить частных перепродавцов но про это будет у нас третий пункт если вы захотите продать автомобиль ранее 12 месяцев от 3 литров до 3 и 5 то вам нужно будет заплатить 1 миллион четыреста восемьдесят пять тысяч рублей и свыше 300 литров платеж составит 1 миллион шестьсот двадцать три тысячи восемьсот рублей вот то есть перепродажа ранее года абсолютно неадекватно экономически любого мотора хоть полторашки хоть двушки хоть 3 3 5 и так далее из этого вытекает третий пункт закон направлен против частных перепродавцов автомобилей потому что не имеет экономического смысла привозить автомобиль продавать вот так как сделка будет ранее 12 месяцев то участнику придется доплатить утилизационный сбор вот вот эти вот сотни тысяч а то и миллион с лишним поэтому у меня в голове нету как обойти данный закон кто-то там фантазирует по поводу дарсин по поводу генеральных доверенностей но никто не отдаст там 3-4 миллиона рублей и будет кататься по генеральной доверенности когда он не будет собственником данного автомобиля целый год никто не будет этого делать поэтому у меня сейчас голове абсолютно нету схем как это обойти что будут делать ребята которые возят на перепродажу автомобилей большой вопрос рынок будет состоять из перепродавцов которые будут перепродавать все что на территории россии уже ввезено то есть это перекупы 2 прослойка это будет отечественные автопроизводители которые будут продавать новые автомобили то лада и все что будет собираться на территории россии и это будет автомобиль и которая будет завозиться и продаваться новыми, но они будут платить эволюционный сбор, и мы, соответственно, его тоже будем платить в этой цене. И будут автомобили под заказ. В целом для нас этот закон как бы окей, он нам очищает рынок, и люди уже не будут смотреть что-то привезенное в России, потому что этого как бы не будет, и они будут это привозить из других стран, заказывать эти автомобили. Но в целом это ущемляет свободы автолюбителей, поэтому я против данного закона. Пункт номер 4. Автомобили, которые приезжают через таможенный союз, где Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения и другие страны, они будут считаться автомобилями, завезенными из-за рубежа. То есть сделка между киргизом, казахом и россиянином, вами, она не будет попадать под эту корректировку утилиционного сбора. То есть как будто вы купили автомобиль, когда вы его везете под заказ на самом деле из Китая, из Эмиратов, из Америки, из любой другой страны. То это сделка между участникам, физлицом таможенного союза, каким-нибудь киргизом. Она не будет с вами считаться, не будет учитываться на основе вот этих вот бумаг. И вы не будете доплачивать этот большой утилиционный сбор. Поэтому заказ автомобилей из стран, с которыми мы работаем, они будут написаны вот здесь. Он актуален. Уточняйте цены. Внизу будут телефоны. Потому что заказ авто будет самый оптимальный и самый бюджетный способ покупки автомобиля от 7 лет и младше. Пятый пункт. Ассоциация автодилеров написала господину Мишустину прошение о том, чтобы отложили ввод данного закона по корректировке утилиционного сбора его ставок на какой-то неопределенный срок в будущем. Потому что этот закон, он усугубит положение вообще в принципе всех автодилеров, всех, кто занимается продажей автомобилей. Потому что рынок еще не восстановился по сравнению хотя бы до уровней 2021 года. Данный закон пошатнет автоиндустрию по продаже автомобилей. Все, кто связан с этим бизнесом, всех это затронет. Я, честно говоря, не особо верю в то, что его отменят и прочее. Но, возможно, внесут корректировки. Потому что я физическое лицо, я привез автомобиль. И ввиду каких-то жизненных обстоятельств я его хочу продать ранее, чем пройдет 12 месяцев. Я хочу это сделать, но я это не могу сделать. Иначе мне нужно будет доплатить за Mazda CX-5 миллион 485 тысяч рублей. Да как так? Я просто теряю эти деньги. Потому что я никогда не продам стоимость автомобиля плюс утилиционный сбор. Я никогда не продам Mazda CX-5 за такие деньги. Ребята, в завершении хочу сказать несколько мыслей по поводу того, почему это происходит. Первое. Давайте не забудем забывать, что у нас идет СВО и деньжата туда нужны. И они собираются отовсюду. Ну и, соответственно, принимаются такие законы. Второе. Вы бы видели статистику, а вы ее увидите вот здесь. По ввозу автомобилей в 23-м году из-за рубежья. Ребята такие вот листают вот эти вот, какой они, господин Мишустин листает такой. Однако. А цифры? Цифры просто колоссальные. Там денег вот так. Ну, значит, у людей есть деньги. Взять эти деньги через увеличение подоходного налога, либо там, ну, что-то там поднимать, ЖКХ. Все. Сразу же заголовки пестрят. То, что люди недовольны. Соцопросы. Все летят вниз. А здесь как бы утилизационный сбор не видно. И покупая автомобиль, там уже зашита вот эта цена утилизационного сбора. У людей есть деньги, потому что, ну, цифры просто. Я смотрю на них. Да ладно, реально в Россию столько возится машин. Они смотрят. Деньги есть. Значит, почему бы нам не повысить? Эти деньжата будут идти как бы на утилизационные все вот эти процессы автомобилей, что не делается вообще в России абсолютно. И вот они, чистые деньжата в бюджете. Почему бы не воспользоваться таким ажиотажным спросом, когда, можно сказать, стоит очередь за тачками? Конечно, давайте повысим. Вот. Это мои мысли, почему данное происходит. Но будем ждать все-таки какой-то коррекции этого закона, потому что, ну, на самом деле, он ущемляет свободы. И он сыроватый, честно говоря, по моему мнению. Ребят, напишите ваши комментарии внизу, пожалуйста. Вообще, что вы думаете про утилизационный сбор? Будете ли менять машину в ближайшее время? Может быть, уже обновились? Будете заказывать вообще ваши мысли по поводу данного закона? Что думаете? Свобода ущемляет нашу? Я думаю, да. Поделитесь внизу, пожалуйста, в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, скиньте корешу почитать, чтобы на кухне ближайшим вечерочком обсудить это. Потому что я уже со всеми обсуждаю уже какой день. Ну, люди не знают что-то там про 1 августа. Говорят, все повысят, тачки нельзя будет завозить. Рассказываю вот эту вот историю, которую я вам сейчас рассказал на Ютубе. Ребят, жду вас внизу. Пока. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.